Четыре задачи. Начнем с этим. Если n натуральное нечетное число, причем m2 плюс 1 делится на n, то n дает остаток 1 при длине 4. Вообще-то это вы уже доказали. Почему? Потому что число n, как любое натуральное число, предстоит в виде проведения простых чисел. Оно нечетное, поэтому это должны быть числа... Если оно равно единице, то все хорошо. Если оно больше единицы, то это простые числа делители числа m2 плюс 1, то есть числа, дающие остаток 1 при длине 4. Когда вы их перемножаете, сколько бы их ни было, но 1 из 1 из 1 это 1, поэтому обязательно будет остаток 1 при длине 4. Замечательно. Давайте посмотрим, можно ли из этой задачи получить решение вот этих трех более частых. Начнем с задачи A. Вот такое замечательное уравнение, при длине Анателях. Очень просто решается. Смотрите, умножаем все на 4, получается 16xy минус 4x минус 4y. Давайте прибавим единицу, и здесь будет 4z квадрат плюс 1. И вспоминаем вот эту задачу. Смотрите, если у нас x положительное число, то 4x минус 1 дает остаток, натуральное число дающее остаток 3 при длине 4. А такого не бывает, потому что квадрат плюс 1 не может делиться на число дающее остаток 3. Значит, x не больше нуля. Ну и точно так же. Если бы икрипь было натуральным числом, то вот это число имело бы вид. 3 при длине 4. Хорошо. Давайте посмотрим вот на это. Давайте докажем, что если m и n натуральное число, то m квадрат плюс 1 не может делиться на n квадрат минус 1. Ну, первый случай. Может ли число n быть нечетным? Представьте себе, что у нас здесь стоит 2k плюс 1 в квадрате минус 1. Ну, вообще-то это число делящееся на 4. 4k квадрат плюс 4k. А m квадрат плюс 1 не может делиться на 4. Потому что если m четное, то это просто нечетное число. А если m нечетное, то вот как-то мы уже понимаем, когда 2а плюс 1 подводишь в квадрат и прибавляешь 1, получаешь остаток 2 при делении на 4. Ну, вот на 4 делиться не может. Значит, число n не может быть нечетным. Значит, оно четное. Но если оно четное, то вот это число дает остаток 3 при делении на 4. А мы уже знаем, что такое бывает. Замечай, это зависит. Теперь последнее уравнение. Ну, наверное, вы уже понимаете, что это легко. Надо x квадрат плюс y квадрат перенести направо и еще прибавить единицу к обеечествам. z квадрат плюс 1 это x квадрат минус 1 умножить на y квадрат минус 1. Смотрим. У нас получается, что z квадрат плюс 1 делится на x квадрат минус 1. Ну, конечно, если x равно 0, такое бывает. А в остальных случаях, как мы вот здесь едем, такого не бывает. Проведу? Как нет? Здесь было m квадрат плюс 1 делить на n квадрат минус 1. А здесь z и z какая разница? Продолжение следует. ... ...